Алтайский Минздрав признал дефицит жизненно важных препаратов. Как будут решать проблему? Если нельзя легально, рано или поздно появится серый рынок. Как в России торгуют долларами и вернемся ли мы в 90-е? Усылапа и хвост у барнаульского биолога свои представления о домашних животных, которые, кстати, могут еще и помочь восстанавливать экологию. Уровень воды в реках Алтайского края продолжает расти. За минувшие сутки подъем отмечен вблизи четырех населенных пунктов, самый серьезный в районе Барнаула. Здесь прибавило сразу 124 сантиметра. Также вода в Аби поднялась в районе Камниной Аби, плюс 47 сантиметров. На 94 сантиметра вырос уровень Чумыша в Тальменке и немного прибавило Катунь в Сростках, плюс 3 сантиметра. Пока вода не угрожает жилому сектору, но спасатели не исключают подтопление прибрежных территорий после вскрытия реки Чумыш в районе Ельцовки. Ледоход здесь ожидается дня на день. Также достижение опасных отметок возможно в реке Аллея Рубцовска. Правда, пока уровень воды здесь упал за последние сутки больше, чем на метр. Организована работа оперативных групп Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. На данный момент такая группа работает в Тальменском районе. Силы и средства всех взаимодействующих служб находятся в готовности. Организовано взаимодействие с местными администрациями. Рекомендуем гражданам следить за поступающей информацией. Спасатели подчеркивают, в случае угрозы подтопления дома нужно обращаться к старости населенного пункта или звонить по телефону 101. Добавим также, что на одном из двух прежде закрытых участков дорог движение транспорта возобновили. Так, трассу открыли по направлению Аксенова-Буранова в Тугульском районе. Но по-прежнему из-за разлива воды остается закрытая дорога в Аллейском районе. Из райцентра нельзя проехать в Белоглазово. Объезд возможен только через села Петропавловское и Смоленское. Между тем, жители из села Сорочелок Первомайского района буквально рискуют жизнью, отправляясь за продуктами и лекарствами. Резкое потепление размыло дорогу, соединяющую две части села. Порядка 300 человек оказались отрезаны от мира. Из-за потопления им пришлось передвигаться по аварийному мосту, ходить по которому крайне небезопасно. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Почти настоящий водопад с весенними лучами солнца в селе, куда круглый год совершают паломничество тысячи людей, талые воды размыли единственную грунтовую дорогу. Сотни человек оказались отрезаны от большой земли. Их школа, аптека, больницы и магазины остались по другую сторону. Уровень воды поднялся и переехать невозможно было вообще ни на чем. Ни скорая, ни пожарка, ни в школу, ни в садик, вообще никак. Уровень вот, как снег был, получается вот отсюда и вот отсюда, по низу около метра вода выше плачины шла. Спустя три дня уровень воды упал. Трактор дорогу немного разровнял, но переправиться по ней рискуют далеко не все. Большинство приезжают, оставляют машину и идут до дома пешком, по ветхому мосту, без ограждений и серьезным креном. Детей водим за ручкой. По утрам идти очень опасно, потому что мост железный, скользко. В аварийной конструкции проезд запрещен. Прошлым летом чиновники от администрации дали распоряжение установить вот такой вот своеобразный дорожный знак, запрещающий проезд авто. Вот такую вот глыбу. После паводка администрация Первомайского района установила более приличный знак. И положила доски, чтобы сделать пешеходную переправу. Замглава района приезжал, глава района приезжали. Посмотрели, сказали, ничего, ситуация у вас надуманная, ничего страшного, можно ходить, можно передвигаться. Привезли доски, пообещали нам сделать пешеходную переправу. Ну, не знаю, вот, пока лежит. Был положен настил деревянный и должны сделать безопасные поручни. А когда это будет сделано? Ну, настил уже лежит, а поручни спросите у главы сельского совета, когда он сделает. Ну, а вы не знаете, когда это будет сделано? Вы же это курируете. А почему я должен это знать? Мост жители построили сами, но прошлым летом он частично разрушился. После того, как жители обратились в прокуратуру, бесхозную конструкцию поставили на учет и обещали отремонтировать. Но пока этого не произошло. Между тем, на этой неделе синоптики прогнозируют потепление. А это значит, что вода вновь может также резко хлынуть. И людям придется либо идти вброд, либо ждать, пока опасную конструкцию хоть как-то укрепят. Входишь, конечно, опасно, потому что вот рядом что-нибудь оступишься маленько, поскользнешься и упадешь. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжим. Центробанк пересмотрел решение и с 18 апреля россияне вновь смогут покупать в банках доллары. Итого, ограничение на покупку и продажу продлилось чуть больше месяца вместо заявленных ранее шести. Но за это непродолжительное время в России успел появиться нелегальный рынок иностранной валюты. Если доллар не купить в банке, то купить его можно в другом месте. За тот месяц, что Центробанк запретил выдавать физлицам валюту, возродились спекулянты в онлайн. Спекуляция долларами была, есть и, наверное, будет. Юрий Фрис, председатель Алтайского союза предпринимателей, хорошо помнит Барнаул 90-х. Тогда валюты открыто торговали на барахолках или базарах. Это одно из знаковых мест, где в Барнауле продавали доллары. Финансовые институты только создавались, законы не поспевали и серый рынок процветал. Мошенники, конечно, встречались, но обычно все-таки продавцы предпочитали не обманывать, ведь они работали на свою же репутацию. И маржу могли закладывать небольшую, почти себестоимость. Буквально совсем недавно период, когда банки выставляли курс по покупке доллара 80 рублей, а продажи 180. Вот это вот спекуляция или не спекуляция? Торговцы валютой Фрис называют не иначе, как предприниматели. В телеграм-каналах доллар продают и за 90, и за 110, в то время как сегодня Центробанк готов это сделать за 85, но цифровой доллар. Потребность есть, потому что, несмотря на закрытые в определенном смысле границы, все равно у многих контракты, многим надо оплачивать товары, которые заказаны. Потребность есть. За осуществление купли-продажи иностранной валюты, минуя полномоченные банки, предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% незаконной валютной операции. Ответственности подлежат как продавцы, так и покупатели таких сделок. Операции из рук в руки незаконны, хотя и угрозы для банков не несут, зато рискованы для покупателей. Нарваться на мошенников сейчас гораздо проще, чем в 90-е. И такие случаи в России уже есть. Большинство экспертов уверены, что повальной спекуляции в 2022-м не будет, а некоторые и вовсе советуют вкладываться в рубль. Мы приходим от этой жесткой глобализации к кластерам региональным. Возникает совершенно новая роль у валют лидеров этих кластеров, соответственно, рубль, юань. Я их вижу как хорошие расчетные внутрикластерные валюты, которые, соответственно, могут через валютные пары, рубль, юань, свободно конвертироваться. И здесь значимость доллара, как мировой резервной валюты, она, конечно, сильно будет переоценена. Тем не менее, с 18 апреля Центробанк возобновит продажу долларов физлицам. Ведь спрос на них есть как у предпринимателей, так и у обычных людей. Вот только существующий курс многие называют нарисованным, не имеющим никакого отношения к реальному. Так что Банк России будет вынужден отменять ограничения, мешающие рублю слабеть. Ремонт дорог горячим асфальтом начался в Барнауле. Работы сейчас идут сразу на нескольких участках. С еженедельным планом можно ознакомиться на сайте города. В целом же власти за текущий сезон планируют затратить больше 67 миллионов рублей на восстановление дорожного полотна. Какие участки отремонтируют в первую очередь, знает Анара Шагирова. Ремонт дорог этой весной из-за ранних плюсовых температур начался раньше обычного. В прошлый год он выпадал на третью декаду апреля. В этом на самое начало месяца. На минувших выходных к работе приступили на проезжей части улицы Мамонтово в поселке Власиха, на энтузиастов между улицами Попова и Панфиловцев, и на Гоголь от Красноармейского до Челюскинцев. Вообще этому преднаменовалась работа комиссии по обследованию лично-дорожной сети, ее оценке и формированию плана. Вот в пятницу комиссия отработала уже, утвердили план, и вот первоначальные объекты, которые требуют ремонта, они определились. На этой неделе «Автодорстрой» проводит ремонт на улице Кутузова, от Загородной до шоссе «Ленточный бор», на улице Загородная Челюскинцев до улицы Кутузова, улицы Взлетная от Попова до Шумакова на Павловском тракте, от проспекта Строителей до улицы Сельскохозяйственной, и на улице Малахова от проспекта Космонавтов до улицы Антона Петрова. К слову, еженедельный план работ можно найти в открытом доступе. Порядка 38 тысяч квадратных метров всего вот так на уличной дорожной сети текущим ремонтом будет выполнено. Это за исключением тех плановых работ, которые выполняются по национальным проектам, по программам иного федерального значения, где мы строим дороги. Здесь именно в кратчайшие сроки задача устранить аварийную вермошность. Кроме того, покрытие отремонтируют на Южном тракте, от Змейногорского тракта до улицы Дзержинского, и на трамвайных переездах по проспекту Калинина. Всего за эту неделю дорожники планируют сделать 15 участков улиц. В арсенале 48 единиц спецтехники и полсотни рабочих. Анна Рашагирова, День с толком. Из-за санкций в России резко подорожали шины, причем цены растут с каждой неделей. Подорожание уже составило от 10 до 30%. На этом фоне водители начали массово скупать покрышки, марки которых еще остались на нашем рынке. Дмитрий Дроздов разбирался, во сколько этой весной обойдется переход с зимней на летнюю резину, и во что будут обуты машины в ближайшей перспективе. Весна, пора для переобувания, но если переобуваться зимней обуви на летнюю, здесь все довольно-таки просто, то вот на водительском сленге переобуваться здесь могут возникнуть проблемы. Основная причина подорожания шин тех брендов, которые приостановили производство в России, такие как Мишлен и Континенталь. Продавцы рассказали, что цены меняются буквально каждый день вслед за колебаниями курса рубля. Некоторые модели за несколько суток успевают подешеветь и подорожать снова. По итогу спрос на зиму вырос на 60%, на лето на 120%. По сути, у автолюбителей нет возможности выбрать колеса. Приобретать приходится то, что есть, и за сумму, которую выставил продавец. Всем автомобилистам шины не хватит, и кому-то придется докатываться либо совсем на непонятном продукте, так называемой шине, либо покупать из-за того, что есть на полках. Выбор уменьшился где-то в два раза. Если раньше у нас количество брендов 8-10 было, сейчас 4-5. Это и есть вторая причина – меньший ассортимент. Отсюда и спрос покупателей стал ниже. Печально, конечно, но для нас нечувствительно, что я успел в прошлом году закупиться. И на лето, и на зиму, слава богу. Шинами я заранее закупился, но относимся лояльно. Ну а что делать теперь? Такая ситуация, все понимаем, о чем идет речь. Поэтому будем жить дальше спокойно. Говорить, что будет с ценами и наличием шин следующей осенью, никто пока не берется. Что называется, поживем-увидим. Радует автовладельцев лишь тот факт, что шиномонтаж, если и подорожал, то совсем незначительно. Очереди на процедуру тому подтверждение. Кстати, если у кого-то возникает вопрос, стоит ли торопиться с переобувкой, то эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на температуру воздуха. Если отметка несколько дней преодолевает плюс 7 градусов и на дорогах нет снега и льда, можно смело записываться на шиномонтаж. Ниже 7 градусов резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Алтайский Минздрав признал дефицит ряда жизненно важных импортных препаратов. О проблеме во время пресс-конференции упомянул глава профильного ведомства министр Дмитрий Попов. О том, какие медикаменты сегодня сложно купить в аптеке и что могло бы решить проблему в следующем сюжете. Сразу после введения экономических санкций многие ажиотажно скупали импортные лекарства. Власти разного уровня людей тогда успокаивали. Необходимый запас зарубежных медикаментов сформирован, да и отечественных аналогов немало. Но последние подходят не всем, а поставки из-за рубежа, и сегодня это факт признанный, идут с перебоями. В аптеках края сложно найти целый ряд препаратов, среди которых и жизненно важные. Сегодня это левотероксин для лечения заболевания щитовидной железы. Есть определенный дефицит по определенной номенклатуре по инсулинам, и в большей степени это импортного производства. Чтобы не допустить уменьшения запасов лекарств, на уровне федерации обещают создать систему онлайн-контроля по их доступности, а на уровне края изыскивают средства для расширения складов муниципальной аптечной сети. Также Минздрав намерен нарастить номенклатуру препаратов за счет череды новых торгов. Выходом для решения проблемы, считают в Алтайском Минздраве, мог бы стать выпуск аналогов алтайскими фармпредприятиями. Но для этого нужно время, процесс трудоемкий и, конечно, большие ресурсы, многомиллионные инвестиции. Такие возможности, я думаю, имеются у наших крупных фармпроизводителей. Если они выберут ту или иную нишу, это, конечно, будет выходом. Помимо лекарств, остро не хватает и медицинских расходных материалов. С этой проблемой, к примеру, может столкнуться диагностический центр края. Сегодня у него запасов осталось на пару месяцев максимум. Что будет дальше, спрогнозировать не берется даже министр. Пока для решения проблемы дефицита в медицине решено проводить совместные торги. Когда на один и тот же товар одновременно заявляется сразу несколько заказчиков, вероятность того, что поставки не сорвутся выше, говорят в Минздраве. Сегодня во всем мире отмечают День освобождения узников фашистских концлагерей. Всего во время Второй мировой войны действовало 14 тысяч концентрационных лагерей. Заключенных сжигали в печах крематорий, отравили в газовых камерах. Также на узниках ставились медицинские эксперименты. В Барнауле сегодня тоже почтили память погибших в концлагерях. По подсчетам историков, всего в годы Второй мировой в концлагерях и тюрьмах содержалось 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов погибли. Также считается, что каждый пятый узник был ребенком. Среди тех, кто сегодня пришел на Площадь Победы, как раз были и те, кому концлагеря искалечили детство. Я была в концлагерях Польши. Это очень жестокие концлагеря и люди. Все время снится концлагерь. Устрагиваю. Пригоняли к виселице, чтобы смотрели на тех, кого вешают. Включали бравурную музыку классическую и гагатали. Это рана не заживает. Она кровоточит и будет до последних дней. Чтобы не было войны, чтобы никакое поколение наше, ни одно, не знало такой войны. И вообще войны. Пусть парни служат, охраняют Россию, но чтобы только не было войны. Школьники, студенты и те, кто давно не садились за партом, накануне в России писали тотальный диктант. Только в стенах Ранхикса в Барнауле, чтобы проверить свою грамотность, собралось более сотни человек. Как волнует случайно услышанная Полька-бабочка. Текст нам был прислан за 4 часа до начала акции. То есть все тексты, они держатся в абсолютно строжайшем секрете. Присылают zip-архив, потом пароль. И вот за 4 часа я только увидел текст первый раз. Автором текста в прошлом году был современный писатель Дмитрий Глуховский. В этом Марина Степнова, поэтесса, переводчик-сценарист. Ну а читали его по традиции известные в городе люди. В Ранхиксе представители гостелерадиокомпании. Я познакомился с текстом буквально за несколько минут до начала диктанта. И первое впечатление, что текст сложный. Потому что есть такая тенденция, это авторская пунктуация. Та самая пунктуация, которую нужно, прежде всего, передать интенсионно. А уже того, как я это произнесу, зависит, насколько правильно аудитория напишет этот диктант. На самом деле это чистое любопытство. Считая себя более-менее грамотными людьми, проверить, посмотреть, а на самом деле это так или нет. Хотелось посмотреть, насколько наше советское образование, я заканчивал школу в 1979 году, давало настоящие углубленные знания, как по русскому языку, так по литературе и вообще по другим предметам. В прошлом году лишь пять участников СТА написали тотальный диктант на пятерку. Результаты этого публикуют после 13 апреля на сайте организаторов. Как могут быть связаны жуки и переработка пластика? Ответ на этот вопрос знает барнаульский студент-биолог. У себя дома он коллекционирует насекомых и делает маленькие научные открытия. О них он планирует рассказать на молодежном конкурсе «Твой ход». А пока наша съемочная группа познакомилась с домашними питомцами молодого биолога. Усы, лапы и хвост. Нет, речь не о кошках и собаках. У первокурсника биофака Александра Филатова немного другие представления о том, какими должны быть домашние питомцы. У него вот эти лапки очень колючие. Если попытаться его неаккуратно взять, у меня прополит моментально. В его коллекции 53 вида членистоногих. Насекомые, паукообразные и беспозвоночные. Всего же в контейнерах больше тысячи разных особей. Началось все с черепах, подаренных мне родителями. Потом появились улитки, тараканы. Ну и как-то все закрутилось и получилось вот так, что всех стал собирать. Ну не всех, конечно, подряд. А только стараюсь. Ни гибридов, ни альбиносов. Вот только чистые линии. Своих любимчиков студент находит по объявлению в сети, там же обменивает или продает. Много, конечно, на этом не заработаешь. Зато пока усатые воспитанники живут как на курорте, молодой ученый продолжает их изучать. Вот недавнее открытие. Личинки этих черных жуков, зоофобоса, способны перерабатывать пластик. Кстати, вчера еще эта упаковка была целой. Личинка, которая всю жизнь ела практически только пластик, она может окуклиться и стать нормальным жуком. Для них это совершенно нормально. И пластик переработанный прекращает быть опасным для природы. То есть полистирол и пенопласт, они способны перерабатывать полностью. Однако, пока молодой ученый решает проблемы экологии, своих меньше не становится. В частности, постояльцы иногда умудряются сбежать, к чему с трудом привыкли родители. А еще иногда часть любимчиков безжалостно приходится скармливать другой. Но Александр не останавливается и мечтает еще обзавестись змеями. И тогда мышам в соседней комнате не сдобровать. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Билеты в Барнаульский планетарий теперь можно забронировать онлайн. Правда, купить их удаленно пока не получится. Такая опция должна стать доступной в ближайшее время. Заходите на раздел «Афиши», выбираете программу, какую вас интересует. Вы видите там количество свободных мест, бронируете это место. Выкупить билеты пока можно лишь в кассе учреждений непосредственно перед началом сеанса. Также пока не всегда получается забронировать понравившееся место. Но эти недоработки обещают устранить в ближайшее время. Сайт сейчас активно дорабатывают. Руководство планетария отмечает также, что скоро посетить культурно-просветительское учреждение можно будет и по Пушкинской карте. Добавим, звездный дом обрел новое здание два месяца назад. И с тех пор идет модернизация планетария, в том числе его техническое сопровождение. Продолжение следует...